Продолжение следует... В последней бардовской песне происходят странные вещи. Она стала все больше походить уже на какую-то эстраду, как по мне. И вот, да, вот люди, которые не были никогда с этим знакомы, они уже реагируют на раскрученность. И вот, например, когда приезжает, допустим, Хомчик, Третьяков, народ... О, да, мы видели, да, они там рекламируются, все замечательно. И вот приезжает Турьянский. А кто это такой? Да, ну, типа того, кто это такой, да? Я говорю, ребят, ну, посидите, послушайте. И вот тут начинается... А эта песня что, его? Ух, и эта песня что, его? Но я чего Турьянского вспомнил? Старичок уже, такой старичок, да? Поставил стаканчик с коньячком, и так это легонечко прихлебывает целый вечер. И был он Турьянский, ребята. Для тех, кто понимает, кто такой Турьянский, он так и был тем же Турьянским, понимаете? Он был прекрасен. Вот, ну, я не говорю, что... Ну, вот, в чем-то я чуть-чуть прихлебну. Это та же самая жидкость, которой пользовался Турьянский. А я это самое... Буду продолжать. Да. Я где-то так остановился на песнях, которые были не на мои стихи. И вот, переходя к лирике, я тоже начну с песни не на свои стихи, но кратко... Ну, понимаете, в жизни каждого человека, а особенно мужчины, интимные отношения, вот любовь, романтика, конечно же, занимает большое место, особенно если он настроен к жизни так слегка поэтически. Ну, есть у Вадима Шефнера замечательная поэма «Лилит». Но для тех, кто читал эту поэму, в ней, как бы, проходят две темы. Вот одна из них, что вот в раю-то оно было скучнее, а вот на земле, как бы, тяжко не было нам. Но я из этой поэмы все-таки выцепил то, что мне было близко. Вот это самое прошедшее мимо Лилит. Не женой было. Прошла стороной. Вот я чисто оставил эту часть и... Попробую как-то с ногами своими разобраться. Что предание говорит Прежде Евы была Лилит, Прежде Евы Лилит была, Та, что яблоко не рвала. Не женой была, не женой, Стороной прошла, стороной. Не из глины, не из ребра, Из рассветного серебра Улыбнула сестра сника И пропала на все века У Адама с Евой семья Подрастающие сыновья. Улетающие журавли Прокурлыкали над рекой Электричка прошла вдали И опять на земле покой На рыбалке Адам сидит Сквозь огонь в темноту глядит Кто там плачет в костре ночном Косы рыжие разметал Кто грустит в тростнике речном Шелестит в осенних кустах Кто из облака смотрит вниз Затмевая красой луну Кто из зонта смотрит ввысь И заманивает в глубину Никого там по правде нет Только тени, долой и свет Никогда не придет лили Но забыть себя не велит Не женой была, не женой Ты стороной прошла стороной Аплодисменты 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 Ну Наш замечательный издатель Но надо отдать ему должное Что это не все, что он издает Дело в том, что у меня дома Живут подаренные Этим же замечательным человеком Книжечка Которая когда-то у нас была Настольной книжкой Всех, кто ходил на байдарках Вот Книжка написанная В том числе и отцом нашей Тоже очень близкой приятельницы Дядя Юра Фиалков Был одним из Квадригиных Которые написали А почему они назвались Квадригиным? Потому что они, их четверо Они все были близкими друзьями Феликса Кривина Вот Каша, спасибо Спасибо еще раз Всегда спасибо Вот А любовь, она такая Вы знаете До того, как Она приходит Это самая плотская Настоящая Духовная Любовь Всякая любовь Всегда бывает Какая-то мечта Любви И вот мечта Любви Она дает Иногда Больше стихов Чем собственно Любовь Ну в том числе И таких Серьезных Более Менее Подчеркну А да Еще в молодости Я страшно любил Маяковского Я его сейчас люблю Вот слушайте Подчеркну Ширину Твоей талии Горизонта Разомкнутой Линией Забросаю Тебя Цветами Может Розами Может Другими Наплюю На порядке Приличия Поведу Своей Черною Бровью И разделим С тобой Безграничное Называя Мое Любовью Ну почти Почти Мы все весной Кого-то Влюблены Ведь никуда Не деться От природы Кто в женщин То в картошку Кто в блины Кто в деньги Кто в театр Горы Воды А в небе По ночам Торчит луна Ей тоже От любви Спасения Нету Сама На землею Пленена И у нее В плену Живут Поэты Писать Стихи Легко Когда Влюблен Писать Стихи Мука И от Рада И кажешься Себе Иранским Кораблем Ушедшим В океан На поиск Клада Мы все Весной Немного Влюблены Кто в женщин Кто в картошку Кто в блины Вот В большинстве Я как-то Помню Приблизительно Кому были Посвящены Стихи Песни А вот Здесь Вот хоть убейте Не помню Кому Может просто Мимо Кто-то Проходил И вот Показалось Я так люблю Твои глаза Где в каждом Спрятано Полмира Они Как вешняя Гроза И как Уютная Квартира В них Штили Шквал Морозы Зной Орган И трепетная Лира Всевышний Будь же Строг Со мной Я сотворил Себе Кумира Вот Ну Любовь Это не всегда То есть Все хорошо А иногда Особенно В молодости Когда вот Кажется Вот она Вот она А потом Нет Это не она Как же грустно Когда эта мечта Куда-то уплыла Все Все больше Нет Невысказанных Слов Все так Понятно Пусто И уныло Не стала Ты Властительницей Снов Я снова Не нашел Свою Любовь Ну что ж Прости Все было Крайне Милом Как много Их Невыплаканных Слез Еще Прольется Незаметных Глазу Чья в том Вина Не высказан Вопрос И мы Ответим На него Поврось Когда-нибудь Но не Теперь Не сразу Мы Были Так Надеждою Полны Откуда Вдруг Душевное Ненастье О, где Вне Приснившиеся Сны Как Кровь Живица Срубленной Сосны Уходит Нет Не Случившееся Счастье Все Больше Нет Невысказан Их Слов Обещал же Роман Да врешь ты все И я Я тоже Вру Реальность Неподвластная Перу Все Норовит В огромную Дыру И снова Врешь ты все И я Я тоже Вру Как Хладину И Слезы Высохли Внутри И мы Глазниц Да Я Живу Хотя Не знаю Как Без Сердца Можно Жить И Моя Ум В потоке Губ Потоке Глаз Потоке Лиц Как Сон Плыву Где Так Спешу И Все Не Смею Полюбить Она Была Как Звуки Музыки Манящие Во сне Она Была Мечтой Мелькнувшей Неравна Себе Самой Она Была Она Была На землю Послана Не Мне Ее Судьба Переплетется Видно Не с моей Судьбой Но Хладину Но Слезы Высохли Внутри Немы Глазниц Но Я Живу Теперь Я Знаю Что Без Сердца Можно Жить И Но Я Ум В потоке Губ Потоке Глаз Потоке Лиц Как В сон Плыву Где Так Спешу И Все Не Смею Полюбить Но Вы Понимаете Приходит Уходит Любовь Все Хочется Любить И Вновь Потеря Вновь Прощаясь Хлопнут Двери Все В Блоке Только Сердце Так Спешит Любить И Верить Так Спешит Любить И Верить На Пролом Пусть Однажды Равнодушие И Холодность Сумеют Наказать Как Отважно Как Отважно И Нелепо Вновь Надеждой Любовь Глядят В глаза Опять В глаза И Неважно Что Судьба Твоя Бессмысленна Жизнь Так Хороша Непродажна Непродажна И Прекрасна Только Молодость Бессмертна Лишь Душа Вновь 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 Потери Вновь Прощай Схлопнут Двери Все Было Вновь Только Сердце Так Спешит Любить И Верить Так Спешит Любить И Верить Напролом Схлопнут Но Ритмическая Я болен Я Неизлечимо Болен Долой Желание Радости Мечты Собой Непоправимо Недоволен Диагноз Ясен Это Ты Это Ты Я Пробовал Старательно Лечиться Жить Бодро Топать Легкой Походкой Я Пробовал Клин Клином Душу Водкой Теперь Осталось Утопиться Судьба Индей Колыбится С коварством На душу Дуй Духом Морозильным Стою Перед Единственным Лекарством Как Перед Грузом Непосильным Морозильным 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 Такой сюжет Я говорю Что Ну Здесь Я так Не осмелюсь Те Кто Хорошо Реально Знают Вот Слог И Характер Лексики Морозильным Вертинский, да. Что-то понятно, что это не Вертинский, но для менее осведомленной публики я иногда хулиганю говорю, ну вот неизвестный роман Вертинского. Под ветвями запретного древа Мы телами траву не примяли Ты направо ушла, я налево Удалился в безмерной печали Будут звуки шхмеляного напева Нас с тобою терзать и колоть Ты направо ушла, я налево Повлочил свою бренную плоть Не осталось ни боли, ни гнева Я не прав или ты не права Ты направо ушла, я налево И, увы, не примята трава Ты не стала моей королевой Мимо нас пролетела любовь Ты направо ушла, я налево Не тревожь мою стыную кровь Ну и вот как бы мы не пытались стареть, что-то вот все-таки вот без ребро, что-то в жизни перевернулось И теперь никуда не деться, мы все больше впадаем в юность Значит, скоро впадем и в детство Вот, я не знаю, впал ли я в детство, но вот у меня сидит моя любимая жена В которой мы встретились здесь, в Киеве через много лет Да, встретились, даже знаем, у кого дома И в этой песне тоже есть место прописки Это дорогой для нас с Валечкой город Львов Где у нас были очень романтические три дня, после которых мы уже больше реально не расстаемся Мы по улочкам брели, не в попасть Шли по городу, как будто во сне Я летел сквозь океан снегопад Чтоб с тобою оказаться весне Будто годы пронеслись, будто вспять Неразлучны были губы глаза А по правде только дни, только пять И текли они вперед, не назад Я не ангел, мне им знаешь не быть Что же нам с тобою делать теперь? Дай же Бог тебе терпенья любить Дай же Бог тебе любви, чтоб терпеть И с тобою все непросто опять Столько надо зачеркнуть и забыть Дай мне, Господи, любви, чтоб понять Дай мне, Боже, понимание любить Вот не жалоба и не похвальба Быть с тобой теперь могу лишь с тобой Нам друг друга подарила судьба Чтобы стали мы друг другу судьбой И вот одна из самых характерных песен, которая действительно была писана совсем еще молодым мной, но как будто бы вот она приобретает смысл вот только сейчас Такой тоже, такой резонерский такой романс Вы сомневаетесь, мой друг, в любви прекрасной дамы Но мне поверьте, что пройдут сомнения с годами И вы поймете, что лишь с вами ваша дорогая А может быть, ее заменит женщина другая А ваше мнение ложно Всякое сомнение ложно Ведь в этом мире все так сложно Просто-просто сложно Надо только очень верить, что придет удача И только бодрым шагом землю мерить не иначе Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля Ни понимание вокруг вам действует на нервы Но мне поверьте, милый друг, вы далеко не первый И не последний, кто судьбы удары принимает А счастье стоит только тот, кто это понимает А ваше мнение ложно Всякое сомнение ложно Ведь в этом мире все так сложно Просто-просто сложно Надо только очень верить, что придет удача И только бодрым шагом землю мерить И иначе Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Пусть горько, что на пустяки убито столько прыти Нам с вами плакать не с руки Нам просто жалок ныти Природа вечна, не по ней сомнение и стоны И будет небо снова голубым Трава зеленая А ваше мнение ложно Всякое сомнение ложно Ведь в этом мире все так сложно Просто-просто сложно Надо только очень верить, что придет удача И только бодрым шагом землю мерить Не иначе Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Но всегда быть совсем серьезным, это просто скучно. И вот, значит, иногда просто хочется откровенно похулиганить. Значит, у этой песни такая очень конкретная история. Сидели у костра, хихикали, вот такое четверостише, не совсем, так сказать, пристойное. И поспорили мы, кто же первым напишет на это дело песенку. И я усложнил себе задачу, я поставил задачу, достойную самого Ильи Винника, написать песню, где ни полвздоха своих, ни полслова, вообще ни одного своего слова, и чтоб песня была достойная. А вот не нажили ума, а вот седая голова, А вот на наших мудрецов, а вот довольно просто ты, А вот и знань от этого, что на траве лежит дрова, А вот забота, на нейтральной полосе растут цветы. Если б я имел коня, это был бы номер, вот оно, А если б конь имел меня, я б, наверное, понял. Вот сколько волка не корми, вот в речку дважды не войдешь, Вот дальше в лес, вот больше дрова, вот весна всегда права, А вот полюбишь и козла, вот будет по милу хорош, А вот и знань от этого, что на траве лежат дрова, А если б, ой, 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 ну вот тогда вот так. Вот пешеконному ни друга, вот ни пойман, вот ни вор, Вот воровскон, но вообще ничем не хуже просто ты. Болото хвалят кулики, а по реке плывет топор, А вот забота, на нейтральной полосе растут цветы. Если ма-ра-ра-ра-ра-ра, ма-ра-ра-ра-ра-ра... АПЛОДИСМЕНТИЕ Ну, вот уже приближаясь, так сказать, Ближе, так сказать, приближаясь, Я, наконец, открою маленький секрет, Почему же все-таки вот эта встреча называется «Мой внутренний театр». Я что-то в жизни мог, но к славе не стремлюсь На сцену не спешу, от похвалы не таю Мотаю жизни срок на свой недлинный ус Я воздухом душу, я сам себя листаю Мой внутренний театр, где топот ног и свист Мой внутренний театр, где суета и гам Где и режиссер, и прима, и статист Где должен, должен всем Семье, друзьям, врагам И бесконечный бег по замкнутым кругам И непрерывный спор в непостоянстве тем Где не раздать долги Семье, друзьям, врагам И не найти ответ на главное зачем Мой затяжной полет из ниоткуда ввысь Мой затяжной полет из никуда во тьму Прекрасен тем, что есть во всем какой-то смысл Ужасен тем, что смысл я так и не пойму Ну и вот Он непосредственно идет как эпиграф к следующей песне А в этой песне своя история Некоторые называют ее депрессуха Для меня это чистый дзен А вообще я в этой песне очень долго не мог найти ритм Уже были стихи, уже была мелодия Я никак не мог понять, ну как же И потом вдруг оказалось, что я вот это у меня происходит Когда я еду на велосипеде А потом оказалось, что эту песню можно вообще аккомпанировать Можно вообще не аккомпанировать Можно аккомпанировать на одних басах Где б не шел, идешь никуда Что найдешь пути, ничего И беда твоя не беда И не знаешь дня своего Ты простил измену давно Самому себе, самому И назад оно не дано Да оно-то и ни к чему Не узнаешь и не поймешь Где собою был, где играл И где истина, где ложь Не пора еще, не пора Ведь не знаешь дня своего И беда еще не беда Не найти пути, ничего Где б не шел, идешь никуда А еще иногда хочется написать свою сказку Свою сказку написать как бы не дано Не Пушкин А вот взять что-нибудь чужую сказку И вот довести ее до абсурда Это иногда получается Помните сказку про Колобка? Ведь там же была идея личной свободы заложена Он все стремился, так сказать, обрести ее Но все-таки обломали мужика, значит, скушали Вот представьте себе, что вот не скушали Вот был такой могучий Колобок Которому удалось прорваться через все вот эти вот преграды И он все-таки остался свободен Такая вот ирландская небольшая баллада Я был замешан, испечен Я был замешан, испечен Я был замешан, испечен Был молод и беспечен Был со свободой обручен Был со свободой обречен Был на свободу обречен Казалось, буду вечен Куда хочу, туда верчу Легко не утомимо Дорогу под собой качу И землю под собой кручу И все проходит мимо Не обут и не босой Был не страшен волк с лесой И даже тетка с косой Я от друга ушел И от девушки И от бабушки И от дедушки Был я юный, не трус Знал смогу Ото всех укачу, бегу Ни дня, ни часа не вернешь Ни дня, ни часа не вернешь Ни дня, ни часа не вернешь И всякие бывали Был мир немыслимо хорош Был мир бессмысленно хорош И он хороший, а хорош Покуда не поймали Я был удачлив, не дрожал Не ведая печали И отовсюду убежал Меня никто не провожал Но как меня встречали Не обут и не босой Был не страшен волк с лесой И даже тетка с косой И от друга ушел И от девушки И от бабушки И от дедушки Был не прост и силен Знал могу Ото всех укачу, бегу Тропа катила, время шло Тропа катила, время шло Тропа катила, время шло Я почерствел и треснул Не то, чтоб в жизни не везло Не то, чтобagt в жизни не везло Не то, чтоб стало тяжело А стало неинтересно Свободен, черствый, одинок И я понял, неужели Замешан каждый колобок Испечен каждый колобок Лишь для того, чтоб съели Ну вот и все Ладно Ладно Ну поскольку да Знаете, все так треманятся Говорят, все я закончил, да А у самого где-то еще запрятано что-то Да, будем считать, что это на бис Есть одна такая Значит, ребята, вы понимаете, в чем дело? Гитара, она не всегда нужна А вот опять же Поиграться с формами иногда хочется Ну вот есть такая форма новая Опять же посвящена Нам с Валей Вот Значит Я вообще лучше стою Но я уже тут не придумываю, как встать Значит, считайте, что я стою И пою вот такие вот Рэп-гэп-гоп-стоп-чистушки А гитара, я ее, может, возьму, может, не возьму Готово, да? Я ни минуты никогда не добивался Не дерзал, не возводил, не воздвигал Не достигал, не постигал Ничем ни славен, ни велик, ни на века, ни на года Все кое-как, все как-то так Не светил, но и не дурак И все путем туда-сюда В предбаннике, на подоконнике Лежала пачка сигарет Лежала пачка сигарет В предбаннике, на подоконнике А если в этой песне смысла? В этой песне смысла нет Ты не возникла, ни явилась, ни озарила Ничего не зашла, ты не дерзала Ничего не рвалась, ни в жертву И ни на алтар Ведь ты такая же, как все Нелуды, свет, во всей красе Вполне обычная она, ведь Ты не в захлеблении, на взрыве Незнаменитая, никак Ты не звезда, но и не шлак И все путем, и как-то так В предбаннике, на подоконнике Лежала пачка сигарет Лежала пачка сигарет В предбаннике, на подоконнике А если в этой жизни смысла? В этой жизни смысла нет Я не искал, тебя не звал И сам я снится не мостах Тих между пальцами песок Текла по камушкам Вода шли в параллельность Провода, ты ну и дни не сись года То яркий свет, то полный мрак То господина, то батрак Когда путем, когда впросак А бы с тебя уже никак Ты где-то там, я как-то так Но где-то грохнулась звезда Уплыл туман, ушла беда Ну вот и все туда-сюда В предбаннике, на подоконнике Вот, и теперь в завершение Я открою маленький секрет Помните, я сказал, что у меня вот там есть дочка Которая иногда как что-то скажет Вот, праздновали ее день рождения на даче Спрашиваю, Женька, где сигареты? Говорит, в предбаннике, на подоконнике Спасибо, ребята Было очень тепло Я так возвышился Ну давайте Вы знаете, ребята, у меня есть одна такая А, ну да У меня есть одна такая идиотская, значит, привычка Иногда мне хочется написать пародию Никогда мне в жизни пародию написать не удалось так, чтобы она осталась пародией Вот как только начинаю пародию писать Из нее получается что-то непародийное Вот Вот когда-то меня В те времена, когда Розенбаум начал говорить, что они не барды Я вас вообще всех не люблю Я вот вспомнил его вот это вот Глухарина таковища Решил, значит, ага Дятлы бьются головой Поехали А вот А получилось как-то уже очень серьезно Ну давайте попробуем так вот вспомнить Может быть сейчас Вы знаете, история как-то так интересно складывается Что вот сейчас вот это вот Может быть оно снова актуально А дубы Да босины Дятлы бьются головой Не на шутку расходились Быть бы живу Так и мы когда-то жили Разнозначенно судьбой Колотили, колотили В одиночку и гурьбой Годы шли Албы устали Вот и сердце Наш мотор Перебои Замечаешь Перебои Лишь дубы Повырастали Им дубам Давай простор Да и мы Умнее стали Не во всякий Лезем спор За похлебку Чуть послаще Изменяем Мы себе Изменяем Что тут думать Изменяем Только кто-то Из пропащих Не покорствует Судьбе Да Юнцы-птенцы Глаза таращат Значит быть еще Гульбе На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Начинали Начинали Было когда-то модно Полупародийные переводы делать Вот мы замахнулись На Клячкино Вот когда-то Помните? А получилось даже Как-то так грустненько Тоже так не очень смешно Но на украинском А может просто заспевать Украинскую мову? Ну давайте Сейчас как-то модно стало петь На украинском, на Украине Вот как интересно Но я должен разочаровать Те, кто думает, что вот это моде поддаюсь Дело в том, что я учился Вот тут есть мои одноклассники Учился я действительно В украинской школе Даже в одном классе с дочкой Элины Костенко Мы учились И поэтому очень многие Эти самые песни, которые сейчас сильно стали модными Где-то там Со второго, с третьего класса Вот интересно что Что вот здесь сидит мой хороший друг Валера Который вот в начале Майдана Я вообще-то боялся ему писать Боялся Ну вот он же русский Он же из-под Иванова Думаю, господи Неужели он? Не он Вот А что меня убило Наповал Что встретил Валера Вот после долгого перерыва Я обнаружил, что он говорит По-украински базакцент Но это еще не все Вы знаете, у меня в Чикаго есть москвич Саша Авербух Валерка его тоже чудесно знает Да? Вот уж казалось бы Чего москвичу в Чикаго, а? Слушал он, слушал Как я ему пел украинские песни И запел, гадно, украинское Ребята, да как красиво А вот сейчас был слет всех киевлян Под Нью-Йорком делали Вот там, вот Володя там был Вот и Дима Кемельфельда из Израиля приехал И много наших собралось со всей Америки Ну, там был слет киевлян со всего мира Действительно И вот в последний день Прямо перед концертом Юлии Черсановича Кима Был концерт именно украинской песни А мне пришлось уехать Я хотел на нем спеть Я хотел на нем спеть романс На верши Шевченко А не успел, потому что уезжать надо было Значит, отъехал, думаю А зачем? Надо было спеть песню Которую реально все киевляне помнят Вот реально, любой Вот любой киевлянин Он эту песню помнит А-а Сейчас, зараз все сгадает И Кремной молодших Заходи до хати Зоря-зоряниця И гомін стихает кругом А месяц взлетает И дни очи Спокину и ночи До лишь копора А вот следующий куплет Мне всегда вот интересовало Заходы до хати Вампиров Нет, тот, тот, тот Кемельфельд поиздевался Помню, Кемельфельд, да? Его? Нет? Очень кто-то поиздевался Но Во втором куплете Меня всегда вот Вот как будущего педагога Меня вот интересовало Ну вот вы понимаете Вот каким образом Мамина ласка дойдет До молоденького сердца Я понимаю А вот каким образом Туда дойдет Батькова сыла Не важно Ну а вот Та песня, которую Я действительно хотел спеть Ну всегда Последние годы Как бы просят Ну не все знают Оригинальные, например, слова Майдана Вот именно слова Коротыча Меня часто просят ее спеть Но я вот очень люблю И Вы знаете Первые годы в Америке Я, честно вам скажу Не мог допеть до конца Сейчас попытаюсь Это романс на верши Тараса Григоровича Даже фамилию называть не буду Зоре моя Вечерняя Я, зійди над горою Поговорим тихе сенько В небо і з тобою Розкажи, як за горою Сонечко сідає Як у Дніпра веселонька Воду позичає Як широкого сокорина Витрі распустила А над самою водою верба Поговорим тихе сенькою 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 В Закарпачье В селе Осой И туда приехала Группа Моя близкая Приятельница Она просто в то время Уже была доцентом В Полтаве Естественно Преподавать биологию Ей было недостаточно Она создала там Хороший песенный коллектив Вот ребята приехали К нам в гости Мы с ними чудесно пели И они мне подарили Вот такую песенку Копав, копав Криниченьку Не диленьку дві Любив козак Дівчиноньку Людям не собі Ой, жаль, жаль Мені буде Візьмуть Її люди Візьмуть Її люди Моя не буде Ой, жаль, жаль Мені буде Візьмуть Її люди Візьмуть Її люди Моя не буде А вже з тої Криниченьки Орли воду пьют, а уже тую дівчиноньку дошлюбу ведуть. Ой, жаль, жаль, мені буде візьмуть її люди, візьмуть її люди, моє не буде. Один веде за рученьку, другий за рукав, третий стоїть гірко плач. Лише любив, то не взяв. Ой, жаль, жаль, мені буде візьмуть її люди, візьмуть її люди, візьмуть її люди, моє не буде. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!